5 секунд лидерства мирового сезона принадлежит тому спортсмену, который не участвует по понятным и уже всем известным причинам Тайсон ОГЭй 9.75 не участвует на чемпионате мира Оля пока вам подробно рассказывала, Бритни Рис совершила первую попытку 6 метров 50 сантиметров Не 7.50, а 6.50, борьба продолжается Примерно так же, как она это делала в квалификации Да, без комментариев, ажиотаж колоссальный Вот наконец-то в Москве такой ажиотаж мы чувствуем 100 метров, бег, мужчины Ну я очень хорошо помню, что в Олимпийском Лондоне Бритни Рис тоже еле там ковырялась в квалификации Давайте рассуждать, кто может в эту двойку сильнейших войти Гатлин, да, Картер, да, Джимми Вико, если постарается Хотелось бы Да, хотелось бы, да Ну и может быть Зимбабвиец тоже Так, господа, это фальстарт Это уже никакие... Джастин Гатлин побежал туда куда-то там К 40 метрам протрусил Еще 10 метров прошло Китайцы, китайцы, однозначно спокойствие. Но ты понимаешь, в чем дело? Он-то как раз, он первым мог среагировать на китайца, и ситуация заключается в том, что он как раз именно первым среагировал, и для него совершенно четко было, что это был Фальстар. Поэтому, как правило, дергаются другие, которые уводят по дальней мере. Ушел по-моему раньше времени, ушел еще до того момента, пока сорвали с него номер, или предложили сорвать, но номер судья. Ну что же ты, Бинь-Тянь-Су, нельзя так. Нам пришли, принесли официальные протоколы, еще раз обращаю ваше внимание, Александр Иванов, чемпион мира в спортивной ходьбе на 20 километров. Тут все в компьютере есть, тут мы видели в прямом эфире, но когда бумажка на руках, это уже документ, вы меня извините. Сохрани, Алексей. Документ обязательно, мы подарим его Саше Иванову на память. Так, минус один в этом полуфинале. Было 8, стало 7. Показывают Гатлина и Картера. Их дуэль заявляется нам. Ну, знаете, неоднозначно, все-таки Вико 9.95 пробежит в свое. Да, молодой, 21 год, но здесь есть запас определенной прочности. Гатлин будет отрабатывать, отрабатывать будет. Вико на седьмой дороге сейчас похож на настоящего такого американского спринтера по фактуре. И полетели! Да, Гатлин там, вот второй с правой стороны, и зарубается с мегапартером. Картер должен выиграть, должен набежать. Нет, не получается. Действительно, Джайсон Гатлин 9.95. Вот вам, пожалуйста, результат. Я болел за веко, честно скажу, Оль, но он третий. Третий, и в этой кампании это совсем неплохо. И я думаю, что, ну сколько, 10.05 будет. Да, только два напрямую попадают. Конечно. Никаких претензий к нему быть не может. Со старта он ушел. Хорошо. Стартовая реакция у него, у Джимми Вико 0.15. Оказалось, картер разбежится. Ну, Вико зажался, это было видно. Оказалось, картер разбежится. Вот посмотри, что он смотрит-то на Гатлина. Нечего туда смотреть-то. О, направо посмотрел на Вико. Он смотрит на Вико как раз. 10.01. Считает. Раз, два, три, четыре. А что считать-то? Ты не считай, ты беги. Вот что главное. Ну, молодец. Порадовал сам себя, наверное, в первую очередь Джастин Гатлин. Конечно, это хорошее такое достижение. Уверенно, невозмутимый болт, как всегда, играющий на публику. Да, он всегда в фокусе, он всегда в объективе, всегда под прицелом пристального внимания. Парень зажат по-хорошему. Увидим результат. И вы посмотрите, год тренировок и на перестали. Почему картер не разбегается? Посмотри, ну мягкий вроде бы. Почему? Вот что ему сейчас не хватило? Ну, где он мягкий? Смотри, плечевой пояс. Он подзажался. Ну, вот. Подзажался. Подзажался. Да нет. Это, Двико подзажался, а я бы не сказала, что картер. Ну, потенциально, наверное, только готов на 9.97. Слушай, давай, поклонимся. В финале, где Ямайка установила мировой рекорд. А вот этот парень вчера надел шороху. Пэймэн Чжан легко выиграл забег. Китаец бежит 10.04. Вы представьте себе только. Дальше идем. Никел Эшмидт. Еще один представитель Ямайки. Четвертый был на чемпионате мира в ТЭГО. На 200 метров, правда. Дальше идем. Первый человек в истории, который выиграл три золотые медали на чемпионате Европы. Кристоф Леметер. Личный рекорд, смотрите, страшно. Да, 9.92. Главное, что первый человек в истории, который разменял 10 секунд. Белобожий первый и единственный пока. Совершенно справедливо. Джейсон Роджерс, представитель Сент-Китса и Невиса. Чемпион игр Карибского бассейна. Ну и бронзовый призер чемпионата мира. Какого? 99-го года. Дуайан Чамберс. Времена меняются, уходят тысячелетия, десятилетия. Был, есть и будет есть. 35 лет уже человеку. Всегда он такой. Ну, он уже сейчас воспитанный, вы видите, да. Он совершенно такой. Уже на публику не играет, как раньше. Но участие этого человека, это великое удовольствие для всех нас. 35 лет. 35, конечно. Мало предсказуемый этот забег. Ну, допустим, с тем же самым Леметером у них разница в возрасте. Ни много, ни мало. 13 лет. Мне Чамберс, конечно, не понравился в забеге. Ну, старенький он. Ну, да. Уже не те кондиции, уже нет того в ногах, что было раньше. Ну, конечно. Раньше было в ногах в 99-м году, когда он там соперничал, мы помним, даже с Моррисом Грином. В Севилье был сумасшедший чемпионат мира. Ну, а дальше начались его приключения. Два представителя Великобритании, два представителя Ямайки в этом полуфинальном забеге на 100 метров. Формула выхода та же самая. Два плюс два. Десалоу, третья дорога. Леметр, седьмая. Ну, кто это здесь, кто угодно. Фальстарт еще один. Кто? Только бы не Китай. Усейн Болт уже поворачивает головой, уже удивляется, что такое. Два спринтерских полуфинала. Везде минус один или нет? Погоди, давай смотреть. Да нет, нет, есть от кого-то. Дернулся, дернулся, опять же. Вообще, честно говоря, дергались все. Но мне показалось представитель Канады, Оль. Вот на второй дороге. Мне кажется, что красную карточку не должны дать, если только действительно ноги с колодок раньше времени не были оторваны. А это показывает система. Зеленая, да? Нет, покажут все. Ребята, давайте будьте спокойными сами. Да и мы будем тоже спокойными. Но именно Канадцу показывают зеленую карточку. Ноги не были оторваны. А это правилами допускается. Вот такие послабления были введены перед Олимпийскими играми в 2012 году. Мы тоже говорили драмандово драма. 2003 год вспоминаем Парижский форум, когда 20 минут не мог американец уйти. Не могли его унести со стадиона. Просто увезти невозможно было. Он уже лежал на беговых дорожках и потом со слезами на глазах ушел спортсмен за пределы главной арены чемпионата мира 2003 года. Ну вот так вот. Мы видим, что человек, который имеет 9,96 секунды. Результат в сезоне. Кэм Арбейли Коул, представитель Ямайки, заменяет одного из своих партеров в эстафетной команде. Уровень, да? 9,96, а он заменяет. Два представителя Великобритании. Джеймс Де Салоуду. Разные поколения. Между ними, извините меня, почти 10 лет разницы. Британский спринт последние годы возрождается. Это связано не только с тем, что Дуайна Чемберса простили за все его былые грехи. Смотрим. Сейчас все в порядке. За китайцем следим тоже. Смотри, он не сдается, а, китайец, красавец. Де Салоу, наверное, дожмет или нет? Все, извините. Неа, неа, неа. Представитель Ямайки Никел Эшмит выиграет этот забит. Четвертый, что ли, получается, и тоже будет дожидаться уже следующего полуфинала с участием Усейна Болта. Разочарован, конечно же, Леметер, но, наверное, будет выступать на дистанции 200 метров. Ну, смотрим. Судя по всему, конечно, на шестой дороге Никел Эшмит выиграл этот забег. Не зажимался. Да, 9.90. Молотил на полную катушку до 9.90. Второй тоже представитель Ямайки. Кэмар Бейли Кол. И китайц выбежит из 10 или нет? Вот будет супер. И тоже у Ямайца второго тоже личный рекорд. 9.97. 9.97. Де Салоу. Леметер 10.00. А китайц не выбежал из 10 секунд. Жалко. Китайц 10.00. Вот это да. Вот это да. Национальный рекорд Китая 10.00. Сприте, что-то нереальное творится, конечно. Это к вопросу о том, би-быстрая, не быстрая дорожка. Но в третьем забеге мы узнаем в третьем полуфинале, насколько она быстрая. Но не время нам еще сейчас сформировать финал. А финал будет сегодня. Еще раз напомню, в 21 час 50 минут по московскому времени. Потому что не было еще третьего полуфинала. И вот только после этого мы сможем сказать, какие же два спортсмена по времени добрались в лучшую восьмерку, сильнейшую восьмерку чемпионата мира. Слушай, китайцам жалко. Бежал бы он в первом забеге. Нет, хотя бы срок был бы в третьем. Там 9.94, 9.97. Хорошо, что там другой китаец пытался бежать в забеге. Он пытался, но далеко-то не убежал из колодок. 9.90 для полуфинала. Ну классно, что тут скажешь. 9.90, 9.93. И при всем при том мы говорим, что это вроде бы как не самые сильные спринтеры мира. Ну почему не самые сильные? Потому что не все сильнейшие спринтеры мира сумели по ряду причин доехать до город-героя Москва. Ух, нормально. Сейчас бы нам еще... Продолжай, что у нас финал. Все-таки финал в прыжке. Второе место. Дорогие друзья, комментарии излишние. Выступает Усейн Болт. Ты сможешь молчать? Нет. Это я так, понимаешь, попугала. Усейн Болт по пятой дорожке. Есть ли у него соперники? Конечно, нет никаких соперников, но кто поборется за двойку силе. Конечно, вот и Майк Роджерс, скорее всего, и поборется за эту двойку сильнейших. Правда, ему сподручнее бежать дистанцию 60 метров. Но давайте всех представим. Самуэль Фрэнсис из, вообще-то, Нигерии, представляющий кадр по первой дорожке. Антон Адамс, третий призер чемпионата мира в 2011 году в эстафете Сан-Ки-Ценевис. Третья дорожка рабочая. Майк Роджерс, нам его заявили сейчас. Второй призер чемпионата мира в зале 2010 года. И шестикратный олимпийский чемпион, рекордсмен мира, чемпион мира. И все это многократно во все стороны, на все дистанции. Усейн Болт. А Аарон Браун, третий призер чемпионата мира среди юниоров. 21 год. Канадцу пытается выпендриваться, но на фоне Усейна Болта все меркнет. Гессен Блэдман, призер олимпийских игр, но в эстафете Сринидады и Табако из личных только бронза чемпионата мира среди юношей и девушек пока слабовато. Рейман Джитенс, ну 10-0-2, не знаю, может быть. И Чуранди Мартино, титулованный прекрасный спортсмен, двукратный чемпион Европы, финалист олимпийских игр и чемпионатов мира, причем двух олимпийских игр. Вот с ним в 2008 году приключилась эта самая ситуация, когда, будучи четвертым на дистанции 100 метров, он хотел и мог отыграться на дистанции 200 метров. И судьба посулила ему, уже вот под носом помахала этой наградой, а потом американцы подали протест, усмотрев, что Чуранди Мартино чуть-чуть наступил на разделительную линию между дорожками. И, к сожалению, эта награда у него уплыла из-под носа, олимпийская награда. Ну что, как готов Усейн Блолт? Нельзя сказать, что на 100% мы получим сейчас ответы на этот единственный сокровенный такой вопрос. Но, тем не менее, все-таки должен он уже подработать. Это не первый круг соревнований, даже для Блолта. Итак, все нормально, как всегда. Еле-еле вынимает ноги. Рядом там Роджерс, ну какой там Роджерс, конечно, выиграл. Слушай, смотри, он 9.93, он даже не упрягался. А вот Роджерс отрабатывал. Ну, понятно. Рядом с Блтом будешь стоять на дорожке, не отрабатывается. На самом деле уже хотелось бы... Сейчас оказалось, что чуть-чуть Роджерс притормозил. В клетках, уже пропуская Усейна Болта, конечно, Болт бы сам набежал, ему не нужно помогать. Сегодня дышит. Настолько вот давит авторитет. Вот давайте посмотрим. Роджерс в красном костюме с левой стороны от Усейна Болта. И вот Усейн... Вот он так оборачивается, оборачивается. И чуть-чуть мне... Вот, посмотри, это точно, абсолютно. Что Майк Роджерс повернул голову, посмотрел на Усейна Болта. И чуть-чуть хоть награбулись. Знаешь, что могло быть в этот момент? Смотри, тут Болт на него смотрит. А Роджерс, я думаю, он с удивлением посмотрел. И знаешь, как... Ты где, старик? Да-да-да, он как должное воспринял. Господи, слава богу, он наконец-то обогнал. Вот так вот, скорее всего, это было. Так вот, скорее всего, это было. А я вот с противоположной трибуны вижу, что Бритни Рис, которая еле-еле ковыряла в квалификацию, куда-то очень далеко улетела. Куда-то улетела очень далеко. И вчера, я напомню, она 6.57 прыгнула в квалификации, Бритни Рис. И ее подруга по команде тоже прыгнула 6.57. И по лучшей второй попытке только лишь Бритни Рис сумела пробиться в основные соревнования. Я вспоминал историю мирового женского прыжка в длину. Ведь были чемпионаты мира женские, где прыжок на 7 метров не то, что не гарантировал место на пьедестале, а прыжок на 7 метров даже не позволял попасть в число призеров. Такое было относительно недавно. И вот вспоминаешь, например, Токио, 1991 год, Елена Синчукова прыгнула 7.04 и осталась за чертой призеров. 7.04. Там Джеки Джойнер Кирси прыгнула на 7.32. Или, например, Хельга Радко из Германии. 7.01. Ром, Рим, 1987 год. 7.01 тоже мимо призеров. Были времена? Были. Ну, а нам показывает еще раз финиш Усейна Болта. Я вижу, принесли экспресс-интервью с победителем Александром Ивановым. Да, и Александр Иванов сказал, что я, конечно, очень счастлив и очень устал. Для него это первый взрослый чемпионат мира. Он говорит, что мне всего лишь 20 лет, и мои мечты сейчас, теперь уже относятся к Рио, Крио-де-Жанейро. 2016 год, туда уходят его мечты. Он говорит о том, что всю деятельность...